здравствуйте дорогие друзья сегодняшнее видение будет посвящено российской федерации учитывая то что я живу в москве конечно же мне эта тема близка буду рассказывать самоведение проводя параллели между москвой и россией да ну если бы я жил допустим екатеринбурге соответственно я бы на примере екатеринбурга рассказывал потому что в моем восприятии состоянии моего ума екатеринбург был бы олицетворением россии но учитывая то что я живу в москве соответственно на примере москвы мы обсудим суть всей россии и в состоянии медитации я насчитывая мантру увидел себя находящимся в районе метро таганская старые древние районы московские весьма необычная архитектура и мы с семьей там посещали несколько храмов там есть на этой станции метро есть именно чудотворные образы престой богородицы ну и мы свободное время когда у нас есть желание иногда не очень часто или вообще не часто но позволяем себе съездить прогуляться посмотреть посетить эти храмы ну по крайней мере несколько лет назад мы там были действительно бывая там можно прочувствовать именно древнюю архитектуру какой-то самобытность именно древней россии какую-то ее обособленность и уникальность в то же самое то же самую очередь но находясь состоянии медитации в этом районе я увидел что вся москва залита водой и уровень воды где-то был метр полтора метра ну то есть там где пониже там уровень воды был выше там где соответственно возвышение уровень был пониже и вся москва была залита водой как будто бы какое-то наводнение и когда у меня случилось это видение в какой-то момент вспомнил предсказание некой непризнанной святой я даже не помню как ее зовут я даже по моему ролик записывал о ней боюсь сходу не смогу напомнить вам вот и она говорила что но когда у нее спрашивали как вы видите санкт-петербург она отвечала я вижу море когда у меня спросили как вы видите москву она ответила море то есть другими словами все залито водой и в комментариях когда я сделал этот ролик многие действительно посмеялись сказали что это святая она даже церкови не признана то есть ее не признал патриархата или как они называются священный синод ну то есть она как бы осталась сама по себе но вроде как и пророчества оставила но и в то же самое время они какие-то такие обособлено прибывающие эти пророчества и когда их изучал на самом деле там были весьма интересные моменты в ее пророчествах которые соответствовали тем видением которые были у меня то есть было какое-то соответствие но вот этот вот элемент море у меня были тогда предположения вот но по крайней мере эти предположения только сейчас подтвердились я по крайней мере в нынешнее время смог увидеть суть того пророчества которое она давала то есть я смог увидеть то каким образом она видела и санкт-петербург залиты водой и москву залитую водой что самое интересное вот та вода которая была находилась в москве и вся москва как я сказал до этого было полностью залито но представьте себе весь первый этаж находился до половины залитой вся эта вода насветилась таким тонким нежным но голубым светом и вода вроде бы казалось бы что она несет какую-то энергетическую субстанцию то есть эта вода не простая это вода не из водохранилища не из москвы или яузы не оттуда эта вода связана с эрой водолея и то что город был залит водой это указывало на то что с приходом эры водолея будущей эпохи или с приходом золотого века будет происходить очень мощной трансформации то есть вот та вода которая придет в нашу эпоху на нашу планету в наш мир она начнет не только благотворное воздействие но еще и негативное воздействие в чем заключалась негативное воздействие все дело в том что там как я уже сказал до этого находилось несколько древних храмов с чудотворными иконами которым уже там по моему по 67 веков очень древние иконы и когда произошло наводнение вот это наводнение смыло эти древние храмы вместе с иконами полностью и я смотрел я был в шоке когда я увидел этот район я думал господи здесь же были такие прекрасные храмы а внутри одного из храмов в том районе в котором находился было даже две чудотворные иконы но вот эта вода она просто с такой легкостью смыла эти древние храмы я был потрясен и думал что происходит куда все это делось и что это за такие вот необыкновенные трансформации и из всего того плотного застроя да то есть москва довольно плотно строится очень много дом домов которые прилегают друг другу и некоторые районы но в буквальном смысле тесные и этот район он такой же тесный но находясь там я заметил ну то есть было очень как это объяснить очень прямо и ясно понятно что будущая эпоха будущее будущий век он смоет все эти нагромождение кармические да то есть все эти дома эта вода смывала и оставались из трех построек буквально оставалась одна постройка и это еще не все то есть мало того что были смыты древние храмы с чудотворными иконами кстати это говорит о том что будущий век будет не милосерден к самому христианству здесь можно упомянуть тот элемент что иерархи православной церкви или иерархи христианских церквей они соответственно перед вселенной перед богом не совсем чистые и соответственно вселенной их особо жалеть не будет то есть знаете как бы ну я признаюсь честно для меня это было потрясением ты видишь храм и очень красивый у тебя он в сердце отпечатался как очень необыкновенное сооружение хотя теплые впечатления о нем но когда ты находишься там в духовном мире его нет нет чудотворных икон нет священников я бы понял знаете если бы вот это вот влияние духовного мира вот этот вот океан наводнение смыло всех священников но храмы остались бы или чудотворные иконы остались так нет же даже храмы смылись даже чудотворные иконы смылись и на месте всех этих смытых зданий из из трех зданий вот если брать улицу до на улице там 30 домов то из этих 30 домов осталось всего 10 то есть остался по сути каждый третий но это приблизительно и каждый из этих три третий домов они выглядели весьма просто то есть учитывая то что это центр москвы по сути да таганка это древние здания очень дорогие здания земля там очень дорогая тем не менее там вместо этих древних старых построек стояли обычные дорогие друзья обычные деревянные избы из дерева которое строится у нас в провинции люди обычно живут в россии в деревянных домах и со временем эти дома от солнца от все цвета солнца они просто чернеют и дома такие знаете как бы вроде как из дерева но не черные и все вот едешь по глубинке все дома черные есть все что из древесины мы про камень не говорим и вот здесь вот эти эти здания вместо этих старых дореволюционных домов стояли обычные человеческие дома из провинции мало того среди этих домов даже были простые дома которые строят на украине потому что там я вижу даже несколько домов которые построены в украинском стиле они еще под но на украине закажут як под стрихую да то есть стрихаться скошенный камыш и камышом и стилают крышу это так давным-давно еще наверное 50 лет назад уже прекратили это все делать но вот под камышом вместо шифера укрывали эти дома и дома делались из глины и этот этот элемент меня еще больше потряс потому что будущий век который явится то есть я объясняю все эти символы будущий век который явится он отдаст предпочтение простым человеческим судьбам и душам людей вместо этого дешевого пафоса из золота сияющих икон древних стран сторон как-то сказать старобытных до старобытных храмов вот и будущий век всего этого не пожалеет он отдаст предпочтению простой человеческий жизни и простым человеческим судьбам и людям то есть будущий век останется милосерден к человеческой судьбе но останется или же будет беспощаден к тем иерархам церкви которые вели себя не в меру горделиво и останется беспощаден к поведению государства которое давало предпочтению предпочтение строительству красивых дорогих зданий вместо того чтобы просто заботиться о людях и вкладывать финансы в развитие детей в развитие общества в жизни общества и так далее то есть россию ждут очень большие изменения но эти изменения они на самом деле впоследствии выйдут как скажем так благоприятные состояния которые окажутся только нам на пользу но все это будет очень болезненно и очень неожиданно по крайней мере для меня это было удивительно но и конечно же в подтверждении наставлений те той святой которые также получала подобное видение я могу сказать что тот океан который она видела и то затопление которое было в санкт-петербурге и москве это собственно не связано с опущением как ты говорит как говорится поверхности земной коры да это связано в первую очередь с духовным миром с проявлением энергии духовного мира ну как то так тема довольно сложная так что кстати в ведических писаниях на самом деле ценностью вселенной ценностью судьбы является общество и в первую очередь люди никогда допустим в ведических писаниях в приоритетах не были архитектурные какие-то сооружения финансовое вложение или же старобытные старовинные какие-то ли старобытные храмы не было всего этого то есть всегда в приоритете если вот вы изучали ведические писания там всегда говорится что судьба человека жизнь человека на первом месте его развитие также на первом месте старался спасибо до новых встреч